Здравствуйте! Вас приветствует Гончарная школа Время керамики. Сегодня мы будем делать подсвечник. Сцентруем глину. Выдавливаем вверх. Делаем небольшую чашечку, стаканчик. Делаем небольшую чашечку, стаканчик, 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 стаканчик и стаканчик. Теперь формируем само основание подсвечника. Все время нужно придерживать верхнюю часть, чтобы она не разбалкивалась. Сейчас легко ее разбалансировать. Когда разбалансировка все-таки скучается, тогда нужно подержаться за самую верхнюю кромочку и успокоить инструкцию. Вот эти ребра на оси подсвечника делаются умышленно, для того, чтобы было удобно потом ее переносить в руках. Можно отказаться от этих ребер и сделать просто одну сплошную ровную ось и приделать ручку. Можно оставить ребра и ручку приделать. В самом конце сейчас сделаем тарелочку, подставку, в которую будет собираться воск. Будем считать, что основание нашего подсвечника готово. Теперь нам останется его подсушить и приделать ручку. Можно еще сделать какие-нибудь загибы. Вытянем сейчас ручку для этого подсвечника. На самом деле мы могли бы обойти себе с ручки. Тут есть такое место, за которое его удобно держать. Но с ручкой он будет выглядеть более законченным изделием. Теперь подсушим ее. Придадим форму и будем приделывать. Нам осталось приделать ручку к этому нашему канделябу-подсвечнику. Так отметим места посадки нашей ручки. Нанесем на них такую царапинную штриховку. То же самое сделаем на ручке. Обильно промажем шлекером. Все места, которые мы проштриховали, всем нужно промазать шлекером. Все, и прикрепляем. Все, и прикрепляем. Весь вышел наружу. Теперь его останется только снять кисточкой. Весь лишний шликер. Ну вот, такой у нас в окончательном виде получился подсвечник. Спасибо за внимание.